На дворе лето, но плановую тренировку никто не отменял. А теперь на занятия тэквондисты идут еще с большим удовольствием, ведь приемы борьбы они отрабатывают в обновленном зале. От старого остались разве что стены. Здесь у нас был летний спортивный зал. Мы там занимались в основном в летний период. А сейчас он закрыт и полностью утеплен. И теперь детки наши могут заниматься в любой зимний период и круглогодичный. Летний зал на Бытхе превратился в полноценную базу для занятий единоборствами. Теперь он не только теплый, уютный и комфортный, но и полностью укомплектован всем необходимым для занятий оборудованием. Результаты намного станут лучше, потому что стало намного удобнее заниматься. Во-первых, появился даянг, на котором удобно стоять и можно заниматься босиком. А раньше был пол, в обуви надо было заниматься. Также появилось специальное оборудование, лестницы, игруши. То есть по ним можно будет отрабатывать специальные удары. В новом зале смогут заниматься порядка 250 детей, рассказали Анатолию Пахомову, который побывал на открытии площадки. Спорт становится ближе к юным борцам благодаря вот таким залам в спальных районах курорта. Если молодой человек, юноша, девушка выбрали для себя спорт, они уже выбрали здоровый образ жизни. А выбрав здоровый образ жизни, они выбрали счастливое будущее. Счастливое будущее для себя выбрали и юные боксеры, для которых сегодня также на бытхе открыли новый зал. Помещение небольшое, но очень функциональное. Здесь будут заниматься порядка 50 ребят. К их услугам груши, тренажеры – все для полноценных занятий боксом. Мы взяли такую тенденцию еще 6 лет назад при открытии учреждения, реализовывать эти программы в шаговой доступности. Чтобы могли дети, раньше было проще, сейчас с логистикой в городе сложнее, тяжелее детям добираться, контроль у родителей намного сложнее сейчас. Приводить хотят все залы рядом со своим домом, рядом в своем районе, чтобы был в шаговой доступности спортивный зал. Зал на бытхе стал 34-м по счету, открытым в таких спальных районах курорта. На сегодняшний день из 61 тысячи детей школьного возраста 39 тысяч занимаются дополнительно, кроме занятий физкультуры в школе, в спортивных школах и секциях. Считаем, что эту работу надо продолжить, потому что есть хороший результат, а самое главное – у ребят появляется возможность заниматься спортом, ну и потом стать достойным спортсменом и прославлять свою малую родину – город Сочи. Благодаря реализации программы по доступности спорта в Сочи теперь 1400 детей занимаются боксом недалеко от дома, вот на таких небольших уютных площадках. Кстати, на подходе уже 35-й по счету зал. Его планируют открыть в Адлерском районе. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.